Друзья, всем большущий привет! Мы с миленькой пони розового цвета приветствуем вас в очередном видео на русском языке. Я уже сто лет не записывала видео на русском языке. Все наибрите, наибрите. Почему? Сейчас расскажу. Так вот, сегодня июль 2016 год. Вы не представляете, как у нас жарко. А мы в Израиле, в городе Ашкелон. Жутко жарко. Сейчас три дня. Малышка спит. И я хочу записать это видео, потому что я уже соскучилась. Соскучилась, в принципе, записывать видео на русском языке. И даже мне писали комментарии так. Что происходит? Почему видео не на русском языке? Так вот, почему видео не на русском языке? Да потому что последние полгода я записывала виртуальный семинар, который связан с вязанными игрушками наибрите. Потому что в основном мы живем в Израиле, и большинство моих клиентов, им наибриты говорящие, для них я записывала семинар, очень клевый семинар, в принципе, в который я вложила всю-всю-всю свою душу, все мои знания. Семинар, который я назвала «Вязанные игрушки от А до Я только наибрите». Этот семинар из видеозанятий, из коротеньких, насколько это было возможно сделать коротенькие видеозанятия. Там есть уроки по 5 минут, есть по 10-15 минут, есть чуть больше, согрешила, по 20 минут. Но в принципе, эти занятия, которые... Каждое видео, оно связано с определенным вопросом, и в этом видео я отвечаю. Но определенный вопрос и следующее видео с другим названием, я затрагиваю другую тему. Поэтому я считаю, что я распределила этот семинар таким образом, чтобы это было как можно доступнее, понятнее и удобнее для тех, кто вяжет игрушки от А до Я. Я затронула все темы. От того, как держать крючок, в какой руке его держать, как держать нитку, какой ниткой пользоваться, и всё-всё-всё, но это наибрите. И в принципе, почему я об этом рассказываю, мне очень интересно, если вас интересует такой виртуальный семинар. Пожалуйста, напишите в комментариях, если вам интересно, то я переведу его на русский язык, обязательно, если вас это интересует. Также в этом видео я хочу вам рассказать про замечательные ниточки, с которых я связала уже не одну игрушечку, от которых я ниток просто балдею. Они приятные, они изумительные по тому, что получается из них, это просто изумительные игрушки. Вот это пони, в принципе, я закончила вязать буквально на днях, я делаю из него мастер-класс, уже наибрите сделала, скоро я переведу его на русский. Если вас интересует этот мастер-класс, пожалуйста, напишите мне тоже в комментариях об этом, может быть, мне вообще не нужно его переводить на русский язык. Классная пони, вообще большая пони. Дочка у меня просила очень связать ей пони. из мультика «Моя маленькая» или «Моя прекрасная пони». Не знаю я этот мультик, вообще мультик мне не нравится, но ей просто понравилось. Она приходила в магазине, ей понравилась игрушка, вот эта миленькая розовая пони. И я ей сказала, доченька, давай я тебе свяжу лучшую игрушку, потому что она была не особо-то симпатична, вот просто глаза бросались в... Ее глаза очень большие были такие, они бросались и в глаза, и в глаза бросались в глаза. Ну, неважно. У нее была гриба классная. Так вот я попыталась сделать доченьке пони с большими глазами и с классной грибой. Я надеюсь, у меня получилась. Большая, кстати, игрушка. Вот. Вот. Также из этой пряжи, сейчас я расскажу о пряжи, сначала вам покажу игрушки, которые я связалась с этой пряжей. Опять-таки розовые. Очень мне понравилось розовое сочетание розового, белое, ярко-розовое, в общем, вот такие сочетания. Вот этой жирафикой, милейшей жирафикой. Есть бесплатное описание на моем сайте, ловите ссылку. И вот. Классная. Миньончик. Вот эта девочка-миньончик. Субочка такая, которая, помните, в «Гадкий я-два». Она пошла в магазин, значит, помогать грюм. В общем, вот в таком прикиде платьице. И такой у нее были два хвостика. В общем, вот такой классный миньончик-девочка. Вот. Также я вязала из этой пряжи. Опять-таки ярко-розовый цвет и розовый цвет. Я вязала слоненка, кстати, из бесплатных описаний. Конечно, я немного тут изменила, потому что не умею не менять игрушки по описаниям. Всегда, даже если я вяжу по своим описаниям, всегда что-нибудь заменю. Это просто какая-то прям, не знаю, эпидемия. Вот. Вот вязала вот такого слоника. В принципе, это бесплатное описание. Ловите ссылку. Вот. Так что я хотела рассказать про эту халлокитти. Эту халлокитти я связала с этой же пряжей. И совместила ее с другой пряжей, израильской пряжей, которую я вам не буду давать название. Может, в других видео. Кстати, из этой же пряжи я связала вот пони, вот ее гриву и хвостик. И вот с этой пряжей я связала и платьице для халлокитти. Но, в принципе, это не важно, потому что можно использовать, найти подобную пряжу, я думаю, везде. Вот. Что я хотела рассказать, что я экспериментировала. Мне было очень интересно, насколько игрушка, извините, если я ее связала с вот этой пряжей. Сейчас я вам скажу название и что это за пряжа. И какой же размер будут игрушки, если я свяжу из акриловой пряжи. В принципе, акриловая самая обычная пряжа, самая дешевая. И посмотрите, размер головки. Вот. Головы. Размер головы. Прошу прощения. Вот. Это китти. Связно. Посмотрите. Сейчас я с заколочной частью покажу. Вот. И вот размер головы. В принципе, мне кажется, в два раза есть разница. Если мы смотрим на платьице. Посмотрите внимательно. Вот размер платьица. Это тут просто не видно, потому что пушистая пряжа. А тут я вязала из акриловой пряжи по тому же описанию. Кстати, описаний на русском нету. Есть только на ибрите. Вы мне напишите, если вы хотите перевод этого описания на русский. Обязательно сделаю. Это тельце. Ножки. Вот размер ножек. Чтобы было видно. Вот. Так вот. Это Хайл Китти. Она связана из вот этой изумительной пряжи. Я просто ее обожаю. Как-то закупила достаточно большое количество. Поэтому у меня сейчас еще даже есть немного на полочках. Это пряжа. Вот. Разных цветов. Поэтому я еще балдею от нее. Называется, значит, фирма Himalaya. Турецкая пряжа. И ее название Dolphin Baby. Пряжа толстенькая. Я люблю толстенькую пряжу. Я люблю приятненькую пряжу. У нее очень приятные цвета. У нее очень приятное сочетание цветов. Пряжа плотная. И ей вязать очень приятно. Она очень-очень классная. В ощущениях. Неважно, вы меня поняли. Вот в этих ощущениях. Между пальчиками. Пущу прощения. Я тут с обретом своим. Значит, на 100 грамм. 100 грамм. 120 метров. То есть, в принципе, она достаточно толстенькая. Достаточно толстенькая. Значит, состав ее 100% полиэстер. Можно русскому написать на полиэстер. Вот. Для чего я вообще вам показываю желтый цвет? Для чего, ребята? А для того, что именно в этом видео? Я хочу делать мастер-класс на маленького цыпленка из вот этой супер-дупер-классной пряжи. Так что готовьтесь. Мастер-класс следует. Вообще, в принципе, 2017 год, насколько я знаю, год петуха. А насколько я знаю, год петуха, это вообще мой год. Вот. Ну, петух, петух. Я смотрела этих петухов. Ну, просто завались. И такие шикарные петухи. Такие классные, в принципе, я говорю, провязанные игрушки. Девчонки создали просто вообще умереть, не встать. Игрушки. Поэтому я решила, ну, чего вы петухи, петухи. Этих петухов, блин, завались. Я решила сделать цыпленочка. Потому что, в принципе, сейчас июль. Этот цыпленочек у нас еще маленький. Так что мы можем его связать заранее. И потом он вырастет. В 2017 год. Ну, я надеюсь, если посадить его в какую-нибудь травку. Расти. Я думаю, что он классно вырастет. В 2017 году еще полгода. Ребята, так что вы можете писать цыпленка. А вообще, почему я думала, что не только потому, что цыпленка год петуха будет, а потому, что вообще я разрабатываю сейчас семинар. Это еще параллельно. Я столько много параллельно работаю, и мне совершенно не скучно. Опять-таки, это видео-семинар, в котором я обучаю, как из рисунка, из картинки можно людям, которые не умеют еще планировать игрушку, как ее связать, как продумать ее, как нарисовать, как записать мастер-класс. В общем, все-все-все. В общем, как сделать от Ады Я, опять-таки, игрушку с картиночки. То есть, в принципе, вот этот цыпленок, который я уже на середине этого мастер-класса, на семинарах, вернее. Вот. И он просто большой, этот цыпленок. И вообще, этот цыпленок, он с детского израильского канала для малышатиков. Вот. И моя дочка смотрит этот канал периодически. Вот. И он классный такой цыпленок, он называется, как он называется, Эфроах как-то. Эфроах, это наибридце цыпленок. Так вот, он желтого цвета. И я взяла картинку, распечатала ее. И, в принципе, в этом семинаре я показываю, как от картинки мы можем прийти к готовой игрушке, записав все, в принципе, пройдя все-все-все вот эти... Игрид лезет в голову, не лезет русский. Ну, что ж такое? Все этапы, вот, ура! Все этапы вязания. От, как мы рисуем его, а так, как мы планируем, чтобы голова держала, вернее, тело держало в голову, чтобы руки смотрели, чтобы все это было правильно. Как мы записываем вообще, вообще, вы хотите записать на себя описание? Или вообще вы хотите в дальнейшем делать описание для других людей, продавать их и так далее? В общем, вот этот семинар, он как раз для этих случаев. Вот, пока семинар, он, конечно, наибриде, он даже наибриде не закончен, но в дальнейшем я его закончу, конечно, наибриде. А потом, если вы хотите, опять-таки, напишите, пожалуйста, в комментарии, как я буду знать иначе. Если вас интересует такой семинар, в котором можно выучить распланирование все от картинки до самого конца. Естественно, он планирует не супер-дупер сложную грушку, специально я выбрала не сложную грушку, у меня будет, вот как же это называется, вот у меня уже ручка, вернее, крылышко, одно готово, вот будут, конечно, ножки, будет вот это, хохолок, ну, все дела, то, что нужно. Так вот, по этому эскизу, я имею в виду по этой фигурке, мы сегодня попробуем связать маленького цыпленка, опять-таки, маленького-маленького цыпленка, который только недавно родился. Так вот, если вас интересует все, что я вам говорю, во-первых, напишите комментарии, во-вторых, оставайтесь, начинаем вязать цыпленка, bye-bye!